Нет повести печальнее на свете, чем повесть про велосипедиста, у которого нет нормального фонаря. И чтобы у вас не было подобной ситуации, и можно было уверенно и свободно ездить в темное время суток, вам нужен хороший мощный фонарь. Но их-то целое множество на рынке, какой выбрать? Я, например, присмотрел себе велофонарь Fenix BC30. Цена у него не из дешевых, но самым дорогим его тоже не назовешь. Итак, из чего же состоит фара и на что она способна? В велофару Fenix B30 интегрированы сразу два мощных светодиода KRI XM L2, это те, что Т6. Максимальная яркость света достигает 1800 люмен, а осветительный прибор может работать в четырех режимах яркости, включая турбосвет, а также сигнальном режиме вспышки и тактическом Instant Boost, который активируется через дистанционную кнопку. В батарейный отсек, который встроен в корпус фонаря, помещаются два аккумулятора формата 18650, либо четыре SR123A. В наборе с фонарем батареек нет, что же, конечно, печально. В комплектации фонаря есть регулируемые по диаметру велокрепления на руль, две дополнительные прокладки разной толщины, два уплотнительных кольца, выносная кнопка для мгновенного включения и сама велофара. Начинка в фонаре непростая. Производители позаботились об установке и других защитных механизмов, в том числе встроена специальная плата, которая оберегает фонарь от короткого замыкания при установке элементов питания в неправильном положении, а в самих аккумуляторах срабатывает защита от перезаряда и переразряда. Наиболее важная часть каждого осветительного прибора – это его оптика. У велофары Fenix B30 она установлена таким образом, что луч света имеет сразу две точки фокуса – на ближней и дальней дистанции. Ближний свет фонаря отличается широкой радиальной засветкой и способен освещать дорогу даже непосредственно перед колесами велосипеда, где для обычных фонарей была бы слепая зона. Дальний свет освещает территорию на расстоянии до 170 метров. При этом верхняя часть луча перенаправляется линзой вниз, чтобы не ослеплять водителей, которые едут во встречном направлении. Рассчитана фара на использование при любой погоде. Ее алюминиевый корпус, который, как заявлено, сделан из авиационного алюминия, защищен от воды по стандарту IPX6, а потому фонарь можно без ограничения включать даже подправленным дождем. Управление работой велофары происходит при помощи кнопки на верхней поверхности корпуса, а также выносного переключателя, который крепится на руль под палец. Длительное нажатие кнопки на корпусе включает или выключает прибор. Короткое нажатие в работающем состоянии переключает уровень яркости. При этом Fenix B30 запоминает последний выбранный уровень яркости и работает в этом режиме при следующем включении. Двойной клик активирует сигнальный режим флеш, мигающая вспышка, который не запоминается. Через дистанционную кнопку осуществляется мгновенный доступ к максимальному яркому свету, который возможен при текущем уровне заряда аккумуляторов. Для полностью заряженных элементов питания это 1800 люмен. А теперь давайте перейдем к тестам. А сейчас протестируем в ночное время наш фонарик Fenix BC30, если я не ошибаюсь. У меня ранее уже был на тесте вот такой вот обычный, самый обычный фонарь от компании Blitzwolf. И мы сейчас наглядно посмотрим, как же он светит по сравнению с этим монстром, который выдает у нас максимальное свечение 1800 люмен. Значит у фонаря он выглядит очень достойно, крепко, очень так основательно. Есть кнопка, которая выносится у нас, выводится на руль. При нажатии на кнопку сразу же выдается максимальное свечение в 1800 люмен. Если же управлять свечением кнопкой на самом фонаре, то есть всего 4 режима работы. Я не помню, там вроде 500, 800, 1200 и 1500 люмен. Вроде как-то так. То есть если нажимать на фонаре кнопку, в 1800 люмен он не выдаст. Он выдает только при нажатии на выносную кнопку. И то, если вы кнопку отпустите, свет пропадет. Вот сейчас допустим посмотрим, как светит обычный фонарик от Blitzwolf по сравнению с этим. Но хочу сразу же заметить, что обычные фонари, как и любые другие фонари, издают пятно посередине. То есть у них прям луч, у них не рассеянный совсем. И основное свечение посередине. То есть когда вы едете на велосипеде, вы можете слепить людей, слепить машины, слепить собак, кошечек, собачьих. Вот. И вам не так будет хорошо видно. Этот же велофонарь имеет совсем другое строение линз. И он именно предназначен для езды. Конечно, стояло бы подешевле все это добро. Имеем то, что имеем. Но мне пока что очень-очень нравится. Могу рекомендовать. Я уже с ним проездил. Видно как белым днем. Но давайте посмотрим все по факту. Значит сначала смотрим, как светит обычный фонарик от Blitzwolf. Итак, видим. Вот обычный фонарик. Вот у нас обычный фонарик от Blitzwolf. Ну, как видно, он светит не сильно большим пятном. А теперь включаем на фоне этого же фонарика феникс. Понимаете, да? То есть свечение очень намного лучше. Как мы видим, оно более рассеяно. И пятно у нас получается не посередине, а по очень большой кружности. И видно все. Полностью все. Это у нас 1800 люмен. Вот у нас минимальная мощность. Ну, при такой мощности не сильно, конечно, покатаешься. Вот уже немножко получше, помощнее. Тоже не сильно покатаешься, скажу честно. Очень довольно хорошо светит. Но в ночное время я бы на получше включил бы. Вот у нас 1200, если я не ошибаюсь. Уже катабельно. Уже можно ехать. Уже все хорошо видно. Луч рассеянный. И вот у нас 1500 люмен. 1500 люмен. Я считаю идеальное значение. Очень хорошо видно. Видно далеко, что самое главное. И как бы все бомбически. И вот сейчас я включаю кнопку на максимальную мощность 1800 люмен. То есть увидим, какая разница между 1500 и 1800 люмен. Как видим, разница небольшая. Совсем. Видно дальше. Видно лучше. Но при 1500 люмен, при мощности 1500 люмен, можно свободно ездить, как я и делал. В принципе. Ну и давайте же проедемся вдаль. Сейчас я ехал с фонарем от Феникса. А на данный момент проеду с фонариком от Блицвульф. И посмотрим разницу. Вот. Я у нас выключил фонарь от Феникс. И включил от Блицвульф. Конечно, я буду фонарь от Блицвульф держать в руке. Но примерно на таком же самом положении, как он должен быть. Вот такие у нас сегодня вечерние тесты получились. Надеюсь, вам было хорошо видно. Мне-то видно было прям идеально. Ну, по сравнению с от Блицвульф фонариком, это Феникс, это небо. Блицвульф в данной ситуации земля. Данный велофонарик подойдет, соответственно, как вы все понимаете, для велогонщиков, гонщиц, путешествий. Вот. При езде, если вы будете во главе вашей экспедиции, не знаю, можно освещать сразу дорогу нескольким велосипедистам, нескольким человеком. Вот. Также он сделан в хорошем корпусе крепком. Вода туда не попадает. Я уже пробовал. Жалко только, что аккумуляторы не кладут. Было бы хорошо, если ложили бы аккумуляторы. Вот так, имеем то, что имеем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, что вы думаете про этот фонарик. Вот. Мне будет интересно почитать. А может даже у вас есть подобная штука. Пишите, как вам она, сколько она живет. Кстати, если я не сказал видео, возможно, я забыл. Феникс дает 5 лет гарантии на свое устройство. О, как-то вот так вот. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пишите в комментариях, что там, как там, как вы, как здоровье, как дети, как внуки. Понесло меня. Пока.